Моё почтение, я Александр Михельсон, и сегодня очередной тест-драйв в формате автомобиля с пробегом. На улице идёт снежок, такой довольно плотный, хотя нам обещали уже весну, но вот как-то пока не складывается, поэтому сразу из автомобиля. Для тех, кто знает, напомню, для тех, кто не знает, скажу, что не так давно я запустил выбор автомобиля, внедорожника или кроссовера, стоимостью до 2 миллионов, которые хочу купить себе. Желательно дизель, но это уже не концептуально и не принципиально. Две программы на эту тему вышло, сначала был список из 15 моделей, потом он сократился до 5 моделей. И сейчас, если вы зайдёте на мой канал и найдёте вот этот второй влог по выбору автомобиля, то увидите там в плейере YouTube, в голосовалке 5 моделей. И лидирует сейчас Touareg или Touareg. Меня почему-то многие клюют за слово Touareg, хотя практически все знакомые говорят Touareg. Но ладно, это так, к слову. Так вот, если в первом голосовании на первом месте был, безусловно, Toyota Land Cruiser Prado, то во втором однозначно доминирует Touareg или Touareg. Но, посмотрите вот эти видео, там я сказал, что я как автор оставляю за собой право, кроме вот этих 5 моделей, добавить, что называется, авторский формат, в который я записал Mercedes ML или GLE. Ну, GLE я вряд ли, конечно, куплю за эти деньги. ML скорее. А вторая модель это Audi A4 или A6 Allroad. И вот как-то на удивление эти машины интересные мне начали активно попадаться. Мне, более того, мне начали звонить, писать и предлагать на съемки свои автомобили. Люди, что крайне приятно. И я, кстати, буду это делать периодически. Так вот, что касается Audi A6 или A4. Я искренне люблю эти автомобили. Когда-то давно у меня был опыт владения небольшой таким автомобилем. И самые великолепные впечатления от него остались. Сочный немецкий драйв. Клиренс не такой высокий, как хотелось бы, но это ни разу мне не мешало. Более того, я отъездил 3 года на Lexus GS, у которого клиренс еще меньше. И, в общем-то, тоже совершенно никак себя обделенным не чувствовал. Много довольно отзывов было вот к этим как раз влогам. И мне писали, ребята, что давайте вы снимайте те машины на тест-драйвах, которые участвуют в голосовании. Я это, безусловно, принимаю, и это правильно. И вот первая машина, которая участвует в голосовании, и которую я хочу снять, это как раз та самая Audi Allroad. Хотелось мне шестерку, потому что она едет, ну, просто потрясающе. Мне кажется, шестерка Allroad едет интереснее, чем даже A8. Ну, это тоже, к слову. Но попалась мне свеженькая 2015 года с 50-тысячным пробегом A4 Allroad. Бензиновый движок, турбированный, 224 лошадиные силы. Естественно, автомат, естественно, полный привод Quattro. Вот теперь как раз за рулем этого автомобиля я и нахожусь. Переводим рычаг автомата в положение драйв. И после этого длинного вступления, поехали, посмотрим, что эта машинка с 50-тысячным пробегом представляет из себя на ходу. Первые впечатления от этого автомобиля, пожалуй, как от любой Audi. Подчеркиваю, именно Audi, потому что Mercedes, BMW, Audi, они немножко по-разному себя ведут и ощущаются. Так вот, это, во-первых, шикарная совершенно эргономика. Хорошая, однозначно хорошая шумоизоляция. И вот этот сочный, отличный руль, который ты ощущаешь, ты понимаешь, вот до сантиметра, где находятся колеса. Не у многих так получается. В последнее время, я должен сказать, Audi вообще, что называется, жгут по поводу, ну, в хорошем смысле, жгут по поводу качества ходовки. Потому что я считаю искренне, например, Audi Q7 второго поколения, свежий, в своем формате, пожалуй, самым интересным автомобилем. Но ни один не едет вот настолько сочно, причем именно бензиновый дизелек немножко иначе. У него передок более нагруженный, там как-то вот он резкие такие ямы, он съедает не так комфортно. А вот этот 333, который компрессорный бензин, это просто шикарная машина. Есть у меня тест-драйв по ней, когда она только вышла, посмотрите, заинтересуетесь. Так вот, вот этот квадропривод, вот эта сочная рулежка, она в А4, полроуде именно, она передана вот на все 100%. Немецкая, тяжелая, мощная, дорогая машина, и это все ощущает. К минусам эргономики, хотя, наверное, даже неправильно эргономикой называть это салон автомобиля, у него очень мало места сзади. Я не скажу, что великий какой-то багажник, ну, багажник вполне нормальный, а вот места сзади, ну, прямо скажем, очень мало. Поэтому машина такая, скорее, эгоистичная, возить себя, потому что вот я, например, люблю откидываться довольно сильно назад, и если сесть сам за собой, то коленками я однозначно упрусь, и причем жестко упрусь в спинку переднего сидения. Вот сейчас проехали рельсы, и проявился нюанс подвески, настройки подвески. Я не скажу, что она мягкая, я не скажу, что она жесткая. Такая середина, причем почти золотая середина, но при этом она очень сочная. Вот слово сочная, почему-то я повторяю не первый раз, и рулежка сочная, и вот эта подвеска, она не бухает, вообще никаких ударов нет. Она проходит даже с резкими углами ямы довольно плотно, но при этом никаких ударов в салон и звука в подвеске тоже нет. 50 тысяч пробега, ну, этим, наверное, и славятся немецкие премиальные бренды. Со временем они же, называется, не стареют. Вот есть у меня подозрение, что и в 100 тысяч она будет внутри в салоне по ходовке ощущаться примерно так же, особенно если ей поменять где-то на соточки стойки. Стойки здесь обычные, пружины никакой пневмы. Еще из относительных минусов, но этот минус можно приписать по сути любому совершенно седану, это низкая посадка. Более того, вот здесь, когда ты садишься, видимо, пытались придать ощущение кокпита, то есть немножко повернутая вот эта середина панели. Я, тем более, сажусь вот так вот вальяжно сильно откидываюсь и получается впечатление, что ты едешь, ну, попой почти по земле, хотя клиренс у нее 18 сантиметров. Она ничего не задевает, вот, скажем, там, где я на Лексусе чиркал периодически пузом, это совершенно проходит спокойно, специально в эти места заезжал, смотрел, скажем, стык там, подъем в одном и том же гараже. Так что с клиренсом здесь тоже, тоже все нормально, но вот это ощущение, особенно в темное время по трассе, когда тебе все совершенно фонари, все фары в глаза светят, в общем, после высокого автомобиля, это для меня, например, дискомфорт однозначный. Еще из относительных минусов этого автомобиля я скажу сложная мультимедиа, вот, вот просто сложная мультимедиа, чтобы найти какой-то параметр и показатель, ну, привыкли мы уже вот к этим огромным мониторам, на которых все видно великолепно и все понятно. Здесь монитор довольно маленький, качество не фонтан, ну, 15-й год, вот видите, как быстро прогресс, всего, всего-то три года получается. Прошло сейчас 18-й, а уже вот монитор уже маленький, кажется, но, тем не менее, вот это управление внизу климатом и так далее, ну, честно скажу, ох, еще одна ямка, бум-бум, все, и дальше едем, а ямка глубокая была. Замороченное вот это все управление, мне оно искренне не нравится, я не особо разобрался, у меня времени просто не было, но вот по первым впечатлениям есть автомобили, в которые садишься и по большому счету все. Ты вот как будто в этом автомобиле полгода провел, а здесь вот нужно что-то смотреть, искать, подключать, разбираться с музыкой, то же самое. В общем, вот такая история, но это один раз нужно сделать, разобравшись один раз, дальше вы уже будете ехать спокойно и забудете про все это, поэтому относительно, претензия относительная. Особенных каких-то динамических испытаний я делать не буду этому автомобилю, машина не моя, я вообще машины как-то люблю и никогда их не насилую, даже тестовые. Так что не буду я замерять вот этот разгон с 0 до 100, но, но могу сказать, что 224 лошадиные силы, довольно небольшой вес автомобиля, турбинка, в общем, едет она очень достойно, плюс еще полный привод, а самое главное, она совершенно шикарно держит скоростные прямые на трассе. На ней можно действительно получить удовольствие, особенно, когда стоит хороший антирадар, потому что в противном случае привезете огромное количество штрафов. И еще эта машинка, ну это вот намеренная настройка, она позволяет подрайвить, она позволяет, даже когда вся электроника включена, чуть-чуть резче зайти в поворот и проявится занос, приятный такой, но контролируемый. И как только электроника понимает, что вы начинаете вылетать немножко, то есть вы уже теряете контроль, включаются антибуксы, антиюзы, хрюк-хрюк, и машинка встает на место. То есть вот этот элемент драйва в ней присутствует в полной мере, мне это очень нравится. Увлекся я рассказом про ощущения от машины, но я думаю вы меня понимаете. А между тем формат БУ подразумевает рассуждение о стоимости автомобиля. И вот как раз это один из тех автомобилей, ценник которому определить довольно сложно. Не так давно смотрел я по сайтам продажу этих автомобилей, так вот, а четвертых было всего 5 штук. Всего 5 штук в объявлениях на нескольких сайтах. Ну, в этих годах примерно. Так вот, разница в цене была от 1 миллион 300, одна продавалась, вторая продавалась за 3 миллиона. То есть, как определить ценник? Ну, скажем, этот автомобиль, за него просят в районе полутора миллионов, я думаю, немножко торгуются. В общем, где-то в районе полутора миллионов. Много это или мало, я не готов сказать, потому что, если учесть, что это 15-й год, а эксплуатироваться машина начала в 16-м. И более того, эта машина моего знакомого, я точно знаю, что с ней все совершенно нормально. И когда я говорил про выбор автомобиля, я как раз-то подчеркивал, что это один из важных показателей при выборе автомобиля. Когда ты знаешь историю машины и понимаешь, что она точно не битая, не крашеная, и с узлами-агрегатами никаких проблем не было. Еще один момент, новая в этой же комплектации, а четвертая Allroad, ну, уже в новом, правда, поколении, это нужно понимать, она стоит что-то в районе трех с чем-то. 3100, 3200, вот такие ценники в подобной комплектации. Вот исходя из всего этого, думаю, что ценник в полтора миллиона совершенно для этого автомобиля уместен. И здесь есть один, наверное, концептуальный момент. Не заходят почему-то вот эти автомобили у нас на рынок. Вот у нас любят седаны, у нас не любят универсалы. И любое отклонение вот этой нормы универсала или кроссовера обычного почему-то воспринимается, ну, не совсем хорошо рынком. То есть люди, ну, просто побаиваются, наверное, этих автомобилей, вот этого неформата. При этом те, кто садится за руль такого автомобиля, они влюбляются в эти машины. У меня есть знакомый, который уже ездит на второй А6 Allroad. Сейчас на ней, я ее уже упоминал, кстати, во влоге во втором или в первом по поводу выбора автомобиля. 220 тысяч километров он съездил не так давно в Магадан на ней. Audi A6 Allroad съездил в Магадан. Недавно видел еще одного товарища, которого тоже, кстати, А6, ни на что менять не готов. И он там особенно как-то вот в восторге от музыки. Там, по-моему, Бэнк Овсон стоит какой-то шикарный. Ну, играет, правда, здорово. То есть играет вот хай-файно, хай-эндно, если хотите. И серединка, и низы, и верхи, и вот все что угодно. Шикарный совершенно звук. В общем, вот такие впечатления. Я эту машину продолжаю рассматривать к покупке, но сейчас у меня процесс вот в выборе автомобиля, кроссовера до 2 миллионов, он все-таки, как я и обещал, он у меня в районе Таурек или Туарек. И, конечно же, Toyota Land Cruiser Prado. Свои рассуждения на эту тему я скажу чуть позже. И я буду продолжать эти машины искать. Уже несколько вариантов у меня появилось. И появился, кстати, интересный диско 4. Беленький, симпатичный. Правда, не в нашем городе. Придется за ним, скорее всего, лететь. Но, тем не менее, интересный. Сейчас его посмотрят в Москве, и я, возможно, полечу. Но я все это буду показывать, буду рассказывать все. Так что вот первый тест-драйв с автомобилем в формате БУ. И именно в формате поиска вот этого самого идеального кроссовера или внедорожника до 2 миллионов. На этом прощаюсь с вами. Традиционно желаю вам удачи на дорогах. Смотрите на моем канале из свежих. Это два тест-драйва с диско 5. Мландровер и дискалери 5. Целых две программы получилась. Такая общая и ходовая, где мы на нем покатались от души. А также BMW X3 новый и его прямой конкурент и одноклассник. Кстати, Audi Q5 нового поколения. Теперь традиционно уже окончательно с вами прощаюсь. Желаю удачи на дорогах. Счастливо до следующих видео. Пока.